В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Московский областной совет руководителей фракции партии «Единая Россия» подвел итоги работы за полугодие и наметил планы на будущее. Все цифры свои увидели на экране, как говорится, результат на табло. В деревне Большое Саврасово появилась новая современная детская площадка. Можно играть, веселиться. Тут песочницы, всякие куры сели. В Ленинском городском округе около тысячи мусульман отметили Курбан-Байрам. Все собираются дружно и совершают молитву вместе. В Красногорске состоялось расширенное заседание Московского областного совета руководителей фракций партии «Единая Россия». Подвели итоги первой половины текущего года, обозначили основные направления работы на будущее. На мероприятии по традиции присутствовали и представители Ленинского отделения. Подробности в репортаже Юлия Пагасьян. Исполнение наказов избирателей – основное направление работы членов партии «Единая Россия». Об этом на итоговом заседании говорил руководитель фракции в Московской области Игорь Брынцалов. В своем докладе он отметил, что депутаты всех уровней ежедневно делают большую работу на благо населения. И несмотря на сложную экономическую ситуацию, просто обязаны продолжать реализовывать региональные и государственные программы. Чтобы в нашем регионе, что касается этого, была стабильность, все предприятия сохраняли рабочие места. Это, прежде всего, импортное замещение, это стабильность экономики, это стабильность в социальном процессе. То есть все обещанные социальные выплаты, которые у нас предусмотрены областным законодательством, федеральным, они выполняли срок. Ну и, конечно, это сопровождение тех госпрограмм, которые сегодня включены наказы избирателей с прошлой кампании. Сегодня в регионе работает 60 фракций «Единой России» и порядка 900 депутатов. На заседании говорили об эффективности их деятельности. В этом полугодии упор народные избранники сделали на поддержку населения и бизнеса, благоустройство территорий, ремонт и строительство дорог, реализацию президентской программы социальной газификации. Все цифры свои увидели на экране. Как говорится, результат на табло. Есть лучшие, есть худшие. Все сегодня собрались в одном зале, обменялись опытом. И все работы, которые были нацелены, будут продолжены. Ленинский городской округ в рейтинге держит стабильную позицию не ниже желтого уровня. Чаще находится в зеленой. Это наивысшая оценка деятельности местных депутатов члена фракции «Единая Россия». Наш муниципалитет в этом вопросе не исключение. То есть у нас за пьют выборной кампании были сформированы наказы. Это будет сформированный единый документ, на основании которого и администрация, и заместитель глав, и совет депутатов работают и продолжают реализовать наказы, которые были даны нашим жителям. На вторую половину года руководитель фракции Игорь Брынсалов поставил коллегам задачу обеспечить должную работу избирательной кампании. В сентябре этот процесс состоится в 12 городских округах Московской области. Здесь населению предстоит переизбрать депутатов в муниципальных советах. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Оргасадовская. Видно.ТВ. В поселке Совхоза имени Ленина прошла большая праздничная программа, посвященная Дню Семьи, Любви и Верности, который в соответствии с указом президента России стал государственным праздником. Представление для детей и взрослых организовали сотрудники муниципального центра культуры. И даже дождь не помешал веселью. Побывал в поселке наш корреспондент Максим Козлов. Праздник для всей семьи. Таков девиз этого мероприятия. Активное участие в нем приняли даже малыши, самому старшему из которых чуть больше года. Для них был организован забег в ползунках. В нем соревновались пять команд со всего Ленинского городского округа. Естественно, всем участникам вручили медали и дипломы, а победителям – ценные подарки. И, судя по всему, больше всего удовольствия от забега получили не спортсмены, а родители. Мы участвовали в забеге в ползунках и выиграли второе место. Заняли второе место. Ну а как-то готовились? Ну как, конечно. У нас есть две сестры старшие, которые постоянно ее гоняют, чтобы тренировка была, чтобы ноги накачаны. Дождь попытался внести свои коррективы в проведение праздника, но на этот случай многие запаслись зонтами. К тому же нанесение аквагрима и традиционные мастер-классы проходили под навесом, чем и воспользовались многие зрители. Главнее всего – погода в доме. Я желаю вам хранить очаг в ваших семьях. Это самое главное. Традиционно любой желающий мог угоститься сладкой ватой и квасом. Причем совершенно бесплатно. Также на площади были размещены тематические фотозоны, где посетители могли получить фотографии на магнитах на память о празднике. На настроение дождь не повлиял, потому что праздник есть праздник. Настроение всегда на празднике хорошее, тем более, когда поют наши талантливые и участники творческих коллективов, и преподаватели, когда работают с нашими детьми, наши педагоги. Настроение всегда хорошее. В деревне Большое Саврасово праздник. В рамках губернаторской программы здесь появилась новая современная детская площадка в космическом стиле. Оценить ее смогли не только взрослые, но и ребята, которые с удовольствием приняли участие в интерактивной программе, организованной в честь открытия. Когда-то здесь была старая, заросшая бурьяном площадка, установленная много лет назад самими жителями. Местной ребятне приходилось довольствоваться тем, что есть, пока на портале Добродел год назад не объявили голосование по выбору мест для установки детских игровых зон. Жители деревни Большое Саврасово решили сделать все необходимое, чтобы победить. Мы голосовали, мы ходили на предварительные слушания, мы на слушаниях рассказывали о некой проблематике, что не хватает детских мест. И нас услышали, мы проголосовали, наши голоса оказались приняты, мы этому очень рады. И вот площадка наконец-то готова. Качели, карусели, горки, различные зоны для физической активности детей. Чего здесь только нет. Игровой комплекс выдержан в едином космическом стиле. Покрытие очень безопасное, то есть если ребенок упал и бежал, то с ним ничего не случится. Я спокойна, лазилки для парней вообще отлично, горки. Очень здорово, что площадка для разных возрастов предусмотрена. То есть тут есть чем заняться и маленьким детишкам, и взрослым, которые уже хотят какие-то спортивные вещи использовать. Мы очень рады такому подарку. И те дети, которые здесь присутствуют, это только вот очень небольшая часть всех тех детишек, которые будут радоваться здесь кататься. Торжественное открытие площадки в деревне Большое Саврасово прошло очень весело и спортивно. Поздравить местных жителей приехала депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Надежда Стрибкова. А детвору развлекал клоун авокадо, который заготовил для ребят множество игр и конкурсов. Желание загадали? Да! А пока ту команду! Раз! Два! Три! Поздравляем! Ребята были в восторге как от самой детской площадки, так и от веселой анимации. Я очень рад, что в честь моего дня рождения открылась площадка. А больше всего мне на этой площадке понравилось, что праздник не просто сделали открытие, порезали ленточку, а именно сделали анимацию тут, сделали там с аниматором. Можно играть, веселиться. Тут песочница, всякие курисели и прочее всякое такое. Я очень-очень рада. Ну а взрослые особенно оценили удобные лавочки. Всего же в муниципалитете по губернаторской программе формирования комфортной городской среды в этом году было установлено 12 новых современных детских площадок. Ура! Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Мусульмане всего мира 9 июля начали отмечать один из двух главных религиозных праздников. В Ленинском городском округе на торжественное богослужение собралось около тысячи верующих. Подробнее о праздновании Курбан-Байрама расскажем в следующем сюжете. На площадке собрались сотни верующих не только из Ленинского округа, но и со всего юга Москвы и области. Курбан-Байрам отмечают ровно через 70 дней после еще одного важнейшего мусульманского праздника – Ураза-Байрама. Принято, что в этот день ранним утром мужчины собираются, чтобы совершить намаз, то есть помолиться. Женщины тем временем накрывают дома праздничный стол и собирают гостей. Эта молитва является коллективной, то есть эту молитву человек должен делать в коллективе, то есть он отдельно ее не делает. Поэтому все собираются дружно и совершают молитву вместе. То есть собраться, провести праздничную молитву и совершить жертвоприношение животного. То есть это несет с собой вознаграждение для мусульманина. Дословно Курбан-Байрам переводится с арабского как праздник жертвоприношения. Как правило, в роли жертвенных даров – баран или верблюд. Вопреки популярному стереотипу, убивать животное на территории мечети или места проведения молебна запрещено. Сделать это можно на ферме или во дворе частного дома. Кроме того, религиозные правила запрещают мучить животное. Жертва не должна даже видеть ножа. Это может послужить любое животное, кроме птиц, достигшее определенного полувозрелого возраста. От семьи достаточно одного барана. Не на каждого члена семьи, а одного барана от семьи. Даже если семья состоит из ста человек. То есть достаточно одного барана. Нам не нужна жертва, нам не нужна лишняя кровь. Блюдами, приготовленными из мяса, в дни Курбан-Байрама принято делиться. Треть отдать нуждающимся, треть гостям и только треть съесть самим. После проведения намаза всех верующих угостили пловом и сладостями. Помолиться и правильно начать праздничный день собрались представители разных национальностей. Граждане России и стран ближнего зарубежья. Здесь и представители Узбекистана, Ташкестана. Мы все в один день, мы все вместе. И основной наш девиз – это единство. Единство. В этот праздник объединяются семьи. И, соответственно, вот сейчас мужчины возвращаются домой. Столы накрыты, гости. И этот праздник, ну, как бы сказать, уже идет по всему миру. Курбан-Байраму мусульман длится на протяжении трех дней. Поэтому в некоторых регионах страны 11 июля объявлен выходным днем. Кстати, по традиции, в праздничные дни мусульмане не имеют права отказываться от приглашений в гости. Ведь для верующих это праздник единения, добра и помощи ближнему. Самый большой праздник во всем мусульманском мире. Желаю всем представителям нашего единого Бога и христианам, и иудейской вере, и нашим последователям пророка Мухаммада Мустафа, салла Аллаху, алейхи вассалям, чтобы был мир на земле. Олеся Попова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok